Миновать Усть-Кут как главный перевалочный центр. Такая задача стоит перед логистами акционерной компании «Алроса». Обмеление реки на участке Усть-Кут-Киренск сдерживает выполнение планов всех предприятий региона. Поэтому груз стали возить через Нижний Бестях. Это хоть и ведет к дополнительным затратам, зато груз приходит вовремя и без проволочек отправляется на северные площадки. Корреспондент ТРК «Алмазный край» продолжит. 30-тонная шахтная машина для Удачнинского горно-обогатительного комбината – не самый габаритный груз, который отправляло Ленское отделение ОМТС на северные площадки. Но любая погрузка – дело ответственное, когда идет речь об оборудовании. Оно должно миновать все перевалочные пункты без повреждений. Сложности при погрузке техники есть всегда, потому что это техника. Шахтные все автомобили, которые работают в шахтах, они от 30 и выше тонн. Ну, простая техника, чуть полегче. Белазы в разобранном виде, в пределах 20 тонн. На каждую технику специфическое ГЗП, грузозахватные приспособления. И в зависимости от веса транспорта. Бывает одним краном грузим, бывает двумя. Бывает даже тремя. Сейчас на территории для размещения оборудования пусто. Технику заказчикам отправляют оперативно. Идет она всю навигацию, как и остальные товарно-материальные ценности. В Ленском отделении их приняли порядка 200 тысяч тонн. А на Ленской нефтебазе уже размещены 120 тысяч тонн нефтепродуктов. Отставания от планов нет, но какой будет итоговая цифра, сказать сложно. Возможности части грузов оставить в Усть-Куте до следующей навигации и вот конечной цифры я сегодня назвать не могу. Но ожидаем, что она где-то порядка 20 тысяч еще мы должны принять именно в период этой навигации. В Ленск груз отправляют уже по новой схеме через Ниждебестях. Это ведет к дополнительным затратам. Но все равно в разы дешевле, чем машинами-позимником. Такое решение называют самым оптимальным и в правительстве республики. Этот процесс, он неизбежен. То есть мы не сможем не поднять уровни, не опустить их. Это природа. Поэтому есть четкие наши рекомендации. Значит, всем компаниям уже начинать разрабатывать схему доставки грузов через Ниждебестях. Сегодня компании, так же, как и любой человек, считают свои финансовые средства. Поэтому на сегодняшний день я не считаю, что они не готовы отрабатывать по данной схеме. Акционерные компании «Алроса» напротив к такой схеме были готовы еще перед началом навигации. Как только возникли трудности, груз стали отправлять через Ниждебестях. Эти меры вселяют уверенность, что все задействованные в навигации предприятия выполнят свои планы в срок.